Добрый день, коллеги! Разрешите представиться. Канзея Велина Евгеньевна, разработчиков контрольно-измерительных материалов для основного государственного экзамена по физике. Сегодня в преддверии подготовки государственной итоговой аттестации мы поговорим о том, как использовать пособие в ином лаборатории знаний 20 вариантов типовой экзаменационной работы при подготовке к основному государственному экзамену. Но прежде давайте поговорим о структуре экзаменационной работы в 2018 году. Этих изменения, они небольшие, но тем не менее есть. Я хочу начать с этого, обратить ваше внимание. При том, что осталось 26 заданий, из них 16 базовых, базовых уровней сложности, 7 повышенного, 3 высокого уровня сложности, тем не менее произошла некоторая переструктуризация заданий. Максимальное число баллов осталось прежним, 40 баллов. 16 заданий базового уровня позволяют набрать учащемуся 19 баллов. И отсюда, собственно, 50% выполнения, это 9-10 заданий, 9-10 баллов, точнее, за выполненное верное задание. Это вот тот порог, с которого начинается отметка 3, удовлетворительно. На задание высокого уровня сложности отводится 10 баллов возможных. И, собственно, поэтому с 30-31 балла начинается отметка соответствующему высокому уровню освоения предметных результатов по физике. Или это школьная отметка «Отлично». Работа состоит из двух частей. В первой части у нас 22 заданий, за эту первую часть можно набрать 28 баллов. И вторая часть – это 4 задания. Все 4 задания с развернутым ответом. И оцениваются экспертами в соответствии с критериями оценивания. Если говорить о содержании работы, то, в общем-то, можно отметить, что работа структурирована в первой части в основном по тематическому признаку. И далее структурирована по тем видам деятельности, которые оценивают задания, и которые не привязаны жестко к тому или иному предметному содержанию, к тому или иному разделу физики. В первой части первое задание – это на общий понятийный аппарат задания. Далее идут 6 заданий по теме механические явления. 3 задания по теме тепловые явления. 6 заданий по теме электромагнитные. 1 задание квантовые явления. А затем все задания по методологии, по освоению текста физического содержания, проведению экспериментальных заданий, решению расчетных задач. Все эти задания жестко не привязаны к тематическим блокам. И в этом плане я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что, в общем-то, мы осуществляем таким образом плавный переход от оценки, связанной с освоением знаний и умений по стандарту, компоненту образовательного стандарта 2004 года, к новому стандарту. Об этом чуть позже подробнее скажу. Но сначала, что новое. Ну, во-первых, мы перестроили в этом году кодификатор. Кодификатор стал более объемным, но мы учли пожелания многих регионов ввести по аналогии с кодификатором для ЕГЭ формулы. При этом тоже хочу, формулы эти введены, вы кусок кодификатора можете видеть на слайде. Но при этом хочу обратить ваше внимание, что вот та запись, которая предлагается в кодификаторе, тем не менее, она не является вот обязательно записью при решении расчетных задач. Это обращаю внимание как учителей, которые будут готовить и смотреть пристально критерии оценивания расчетных задач, и экспертов, которые затем будут проверять детские работы. Например, если мы возьмем 1.15 код элементов содержания проверяемых, здесь закон сохранения импульса для замкнутой системы тел записан в векторной форме. Но если при решении задач учащийся в своем решении, в своем ответе записал закон сохранения импульса в проекциях на выбранную ось, то это совершенно эквивалентная и правильная запись для решения задач. Поэтому здесь, конечно, нужно подходить, учитывая и возраст ребенка, но при этом, безусловно, ориентировать учащихся на то, что критерии оценивания расчетных задач, тем не менее, построены на том, что он должен записать все необходимые формулы, необходимые для решения задач в обобщенном виде. И вот это, то есть полученный правильный ответ, вычисление без указаний, без записи формул, необходимых для решения, приводит к такой оценке как 0 за выполненную задачу. Еще новые в плане работы. Здесь мы исходили из тех соображений, насколько учителю удобно использовать пособия, удобно использовать варианты экзаменационных работ для тренировки при обобщающем повторении. И несколько переструктуризированы темы по механике. Это линии 2, 3, 4. Но вы видите, что мы сейчас в линию 2 работы собрали, по сути дела, все кинематические элементы. Это все, что связано с механическим сописанием механического движения. Равномерное, равноускоренное, свободное движение по окружности, колебания и волны. В третьей линии мы собрали все задания на законы Ньютона и силы, силы природы механические, имеется в виду. И в четвертой линии здесь могут быть представлены разные задания на законы сохранения механической работы мощности и простые механизмы. Это вот тоже новое, то, что в работе появилось. Теперь уже не первый год, когда помимо, в кодификаторе, помимо кодификатора элементов содержания, контролируемых элементов содержания, введена вторая часть проверяемой виды деятельности, то есть требования, коды требований к выпускнику. Собственно, это кодификатор. Он соответствует действующему сейчас еще для девятых классов федеральному компоненту образовательного стандарта 2004 года, а именно блоку, несколько такому, может быть, ущербному пока в старом стандарте, это требования к уровню подготовки выпускников. Эти требования я представила на слайде. На слайде. Какие здесь блоки требований? Ну, владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. Понятия, физические величины, физические законы, физические явления. Далее, владение основами научного познания и экспериментальными. Это наши методологические задания. Далее, решение задач различного типа и уровня сложности. Понимание текста физического содержания в старом стандарте, это требования к уровню подготовки выпускников, также прописано. Ну, и использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности повседневной жизни. Мы не случайно ввели вот этот кодификатор. И при том, что все-таки основная часть работы у нас построена в требованиях к контролируемому освоению элементов содержания, тем не менее, из года в год мы расширяем проверяемые виды деятельности и тем самым готовим плавный переход к измерительным материалам уже в соответствии с требованиями стандарта второго поколения. Вот эти требования, которые выписала я из примерной программы, сопровождающей в гососновной школе. Здесь эти требования прописаны уже более широко, более детально. И что самое главное, уже переходя на деятельностный подход в обучении, мы и в оценке переходим проверки в первую очередь, в первую очередь видов деятельности. И работа 2020 года, она прямой, это как раз будут выпускники, осваивающие новый стандарт, то вот эта работа в 2020 году, она как раз будет выстроена прежде всего в требованиях к освоению предметных результатов или освоения различных видов деятельности. И, в общем-то, это вот будет то главное новое, то есть вот то, что сейчас является второй частью кодификатора, выйдет на первое место. Но, безусловно, все эти виды деятельности так будут проверяться на содержание, которое прописано тоже в примерной программе. Итак, посмотрите, действительно детализированы требования к освоению видов деятельности, новым стандартам. Пусть книг научится понимать смысл основных физических терминов. Физическое явление, величина, единица измерения величин. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов. Анализировать отдельные этапы проведения исследований, интерпретировать результаты наблюдения и опытов. И далее достаточно детально прописываются методологические знания и экспериментальные умения, которые должен освоить школьник, выпускник основной школы. И это то, что будет выходить широко на контроль. Это и прямые измерения, косвенные измерения, исследование зависимости одной величины от другой, постановка эксперимента, выбор оборудования, планирование этого эксперимента. Это вот в красном, смотрите, какой большой блок, отводится вот красным цветом на слайде, и это требование к освоению основ научного познания. Но, соответственно, и в своей работе в школе мы должны на этом уделять большое внимание. Далее анализировать ситуацию практик ориентированного характера, понимать принципы действия машин, приборов, технических устройств и использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, включая ресурсы сети интернет. Вот посмотрите, действительно, вот те требования к выпускнику, они более детально прописаны. И, соответственно, вот если вы проанализируете, даже на уровне демонстрационных вариантов, начиная с 2008 года, тут же к 2018 году, за прошедшие годы, вы увидите, что медленно, но верно мы свои контрольно-измерительные материалы ориентируем под виды деятельности, тем самым приближая работу, делая ее соответствующим новым стандартам. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что вот в пособии БИНОМ 20 вариантов мы максимально с Мариной Юрьевной Демидовой постарались включить задания на перспективу, то есть те задания, которые обновят банк заданий УГЭ и которые направлены, ну, соответствуют тем требованиям, которые прописаны в примерной программе. Вот это те изменения, вот те направления и то обновление заданий по содержанию, о которых я только что говорила. Это развитие КИП в соответствии с требованиями ВГОС к предметным и метопредметным результатам, освоение основной образовательной программы. Расширение спектра заданий, практик ориентированных, заданий, которые построены на жизненном контексте. Это использование, широкое использование различных графических объектов, схематических рисунков, диаграмм, графиков, таблиц. Этого и так немало вообще в наших контрольных измерительных материалах, но это направление мы опять же расширяем, потому что работая с информацией современной, школьник неизбежно сталкивается с прочтением и с интерпретацией инфографики, особенно если мы говорим об информации, размещенной в сети интернет. Ну и обновление заданий по содержанию. Это тоже заложено в тех заданиях, и мы сейчас об этом более подробно поговорим. То есть задания соответствуют линейке, но сделаны некоторые акценты и, скажем, обновлены задания на проверку тех или иных элементов содержания. Итак, давайте более подробно пройдем по линейкам и посмотрим некоторые задания, конкретно которые вот обновляют банк, открытый банк в задании ОГЭМ. Или работают даже на перспективу, пока не включены, мы будем их включать в открытый банк. Ну и первое задание, первая линия, физические понятия, физические величины, единицы прибора для измерения, это двухбальное задание базового уровня сложности на понятийный аппарат. Здесь изменений особо не наблюдается. Задание достаточно простое, и, в общем-то, скажем так, это подаренные два балла учащимся, которые все-таки изучали, ходили на уроки физики, по крайней мере. Далее у нас идет блок. Тематические блоки, как я уже сказала, у нас идут 6 заданий на механику, 3 на тепловые явления, 6 заданий на электромагнитные явления и одно задание на квантовые. И вот здесь, в этих блоках, используется задание на выбор ответа одного из четырех возможных и на краткие, задание с кратким ответом. Задание с кратким ответом мы выделяем три типа. Это задание на соответствие двух множеств, это задание на множественный выбор, и задание с кратким ответом, где учащимся требуется ответ записать в виде числа. Ну вот на этом слайде вы видите задание с выбором одного, пример задания с выбором одного из четырех предложенных ответов, одного верного, и задание на соответствие. На следующем слайде задание с множественным выбором, в данном случае у нас два утверждения из пяти предложенных. И задание, в котором требуется записать, выполнить некоторые расчеты по теме, по одной теме, и записать краткий ответ в виде числа. Ну а теперь давайте по обновлению содержания. Вот первое, на что хотела бы обратить ваше внимание, то, что не проверялось у нас в предыдущих годах, это умение работать с представлением, с уравнением движения, как для равномерного, так и для равноускоренного движения. В кодификаторе эти линии были равномерное прямолинейное движение, уравнение равномерного прямолинейного движения и графики зависимости от времени для проекции скорости, перемещений, пути, координаты при равномерном движении. Ну и соответствующие дальше идут коды для равноускоренного движения. И вот на слайде примеры заданий, когда учащийся должен уметь по графику строить, писать уравнение движения, и наоборот, по уравнению движения, вот нижний пример, интерпретировать, находить верное уравнение движения. Я привела три разные типа заданий, в которые вот это проверяется одно и то же, умение записать правильно уравнение равномерного движения. либо для координаты, либо для перемещения, либо для скорости. Значит, вот задание на множественный выбор, на соответствие, и задание с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. Далее мы усилили задания и расширили блок заданий на среднюю скорость. Таких заданий было очень мало в банке. Сейчас мы задания на среднюю скорость ввели как вот в тематический блок, так и задание с выбором ответа, так и в качестве расчетных задач. И вот эти, значит, примеры тоже приведены на слайде. Вот вы видите, причем условия, опять же здесь с применением графической информации, то есть причем графическая информация не носит не иллюстративный характер, а это именно вот та дополнительная информация, которую должен учащийся вытащить из рисунка схематического для того, чтобы выполнить задание. То есть вот в основном, конечно, упор сейчас на то, чтобы вся графическая информация, которую мы включаем в задание, все-таки носила не иллюстративный характер, а являлась дополнительным источником информации. Здесь вот автомобиль движется на четыре участка пути, указано время, указано условно, в условных единицах проходя. Нужно определить, на каком участке автомобиль двигался с максимальной единой скоростью. Ну или задачи, которые, в общем-то, достаточно распространены для всех учебно-металлических комплектов, но мы такие задачи пока не использовали в контрольно-измерительных материалах ОГЭ. Сейчас мы вот ввели, ну, типичные задачи, пешеход две трети времени шел со скоростью, с одной скоростью, оставшуюся третью, с другой, чему равна средняя скорость. Ну, тоже обратить внимание на эти задачи. Так, значит, еще один пример задания. То есть условия плавания тел мы рассматриваем, в общем-то, в очень многих заданиях, это такой распространенный контролируемый элемент содержания. Вот то, что обновление мы предлагаем в пособии Беном, это когда тело плавает на границе двух жидкостей. И здесь у нас и расчетные задачи, причем задачи высокого уровня сложности. Это внизу пример, когда сплошно шар плавает на границе двух несмешивающихся жидкостей керосина и воды. И нужно определить плотность вещества, среднюю плотность вещества шара, если известно, насколько шар погружен в ту и другую жидкость, в какой части объема. Ну, это расчетная задача, где надо посчитать. Ну и качественные вопросы предлагаем к этой ситуации, когда вот нужно просто по тому, по сравнению плотностей определить, из какого вещества может быть изготовлено сплошное тело, если оно плавает на границе жидкости. Еще примеры привела вам заданий на механические явления. Хочу обратить ваше внимание на задание вот вверху на относительную скорость. Мяч внутри железнодорожного вагона бросается со скоростью 3 метра в секунду. Вагон движется относительно земли со скоростью 20 метров в секунду. Что можно сказать о модуле скорости мяча относительно земли? Точно, определенно. То есть мы не можем эту задачу решить. Мы можем только рассматривать с этой точки зрения задание, задача недоопределена. И учащийся должен рассмотреть все возможные случаи, в том числе предельные, найти предельные, когда скорость направлена по направлению, скорость мяча со направлена и противоположно направлена к скорости движения вагона. И тогда, вот, то есть в этой задаче предполагают, что учащийся должен найти вот тот интервал, в котором может находиться эта скорость. Это задание, я решила вам показать, именно, обратив ваше внимание, что вот спектр качественных вопросов, спектр, когда задание не является полностью определенным по параметрам, то есть учащийся должен рассмотреть все возможные ситуации, такой спектр заданий мы тоже планируем расширять. Это как раз вот включение и логических действий, это как метапредметного результата обучения, в школьные задания, в предметные задания по физике. Ну и задание на свободное падение, здесь вот тоже обращаю ваше внимание, такого типа задания, при том, что учащийся все знает, откуда направлено ускорение свободного падения, ну большинство, скажем, преобладающее число учащихся, которые сдают экзамен. Тем не менее, когда, в общем-то, используем графики, рисунки, очень частотная ошибка, в общем, при выборе направления ускорения свободного падения или в аналогичной ситуации. Еще примеры. Еще примеры. Смотрите, на сложение сил, различные ситуации, практические ситуации, когда не два вектора просто изображены, две или три силы, надо посчитать равнодействующую, а когда вот реальный эксперимент, реальный с динамометром в данном случае, и сверху действует, с тела снизу, и нужно найти равнодействующую. Понятно, что здесь тоже все-таки необходимо вот такой демонстрационный эксперимент включить в процесс обучения, чтобы такого типа задания не оказались сложными для учащихся. Ну а здесь вот в дельфинаре, дельфин выныривает из воды, это пусть, да, простая ситуация, но ситуация практически ориентированная, и вот в этой ситуации нужно порассуждать о том, как меняются силы в момент выпрыгивания дельфина из воды. На графике хочу обратить ваше внимание. То есть в кодификаторе прописано, что учащиеся должны читать графики для координаты, в зависимости координаты от времени, проекции перемещения, скорости, ускорения, если речь идет о рано ускоренном движении, но и соответственно по этим графикам анализировать движение тела. Вот примеры таких заданий. Ну а раз учащийся должен уметь читать график проекции ускорения от времени, то соответственно и для проекции силы от времени, зная второй закон Ньютона, эти требования тоже распространяются на графике зависимости ФАТ. Это вот эти примеры. Далее, в спецификации прописано, что расчетные задачи 25 и 26. Это задачи, которые могут быть составлены либо из двух разделов школьного курса физики, например, на тепловые механику, электричество и тепловые и так далее. Либо это может быть просто повышенной сложности задачи из одного тематического блока. И таких задач у нас было немного. Все-таки у нас очень много, наверное, даже слишком много задач на КПД, да. Это все хорошо, но мы решили тоже разнообразить спектр расчетных задач. И вот на слайде примеры тех задач, которые по механике, задачи на плотность, которые на одной содержательной теме, ну, в общем-то, тоже по сложности включаются в задание 20, в данном случае линейку 25. Это у нас на среднюю плотность. Тепловые линейки. Что здесь, на что хотела бы обратить ваше внимание? Мы существенно расширили блок заданий на качественное понимание относительной и абсолютной влажности. Вот пример задания такого. Верху. Герметично закрытый сосуд, частично заполненный водой, длительное время хранился при комнатной температуре, а затем был переставлен в холодильник. И дальше могут быть вариации, может быть вопрос о том, как изменилась плотность, как изменилась относительная влажность, как изменилась абсолютная влажность. То есть здесь не надо ничего считать, да. То есть учащийся должен знать, что в герметично закрытом сосуде над жидкостью устанавливается насыщенный пар. И соответственно у нас стопроцентная относительная влажность воздуха. Когда мы переставили жидкость в холодильник, то у нас частично пар конденсируется таким образом, что стопроцентная влажность сохраняется. При этом плотность пара, она уменьшается при снижении температуры. Вот целый цикл таких заданий. И все эти задания мы постарались включить в пособие 20 вариантов веном. Ну и более стандартные задания это изменение способа изменения внутренней энергии, способы теплопередачи. Это вариации на ту тему, которая достаточно широко представлена была и в предыдущих экзаменационных материалах. Мы расширили блок заданий, связанный с анализом таблиц. Вы видите, что такие задания у нас есть. Мы добавили различные таблицы. И здесь вы можете посмотреть новые. В данном случае, вот в примере, это удельная теплоемкость, температура кипения, удельная теплота, парообразование для нескольких жидкостей. В открытом банке ОГЭ аналогичные таблицы есть для твердых тел. Ну и далее, это задания повышенной сложности, задания на множественный выбор и оценивается двумя баллами. Как правило, один правильный ответ, один правильный дистрактор, это связан с умением прочитать таблицу, а второй с умением проанализировать данные, представленные в таблице. Еще примеры новых заданий, это на тепловые двигатели. У нас в основном задания были на понимание, что таковы коэффициент полезного действия двигателя. Сейчас мы расширили спектр заданий, связанных на работу двигателя внутреннего сгорания, а также на преобразование энергии. Обратите тоже на это внимание. На следующем слайде вы видите, что вот 24-й внизу вопрос, один качественный задачи, которые тоже очень много новых представлено, пособие ВИНУ. Эти качественные задачи мы в значительной степени связывали не на контексте учебного содержания, то есть учебных ситуаций, а включали контекст построенный на жизненных ситуациях и в этом плане вот тоже обновили банк качественных задач. При этом, с моей точки зрения, они, в общем-то, не стали более сложными, то есть это те ситуации, которые в несколько измененной форме, в несколько измененном контексте встречаются во всех УМК. Но смысл в том, что, конечно, нам хотелось бы, чтобы на экзамене учащиеся представляли не заученные ответы на такие широко используемые качественные задачи, а все-таки показали умение применять и описывать физические явления в ситуациях, связанных с практикоориентированным контекстом. Электромагнитные явления ну, традиционно очень достаточно сложными для учащихся являются задания, связанные с электризацией тел. И даже для тех заданий, которые с года в год мы предлагаем в измерительных материалах, в экзаменационных работах, вот процент, особенно процент выполнения, в общем-то, практически не меняется. То есть описать электризацию с точки зрения вот абстрактных, абстрактных, значит, движений электронов, перемещений заряженных частиц оказывается достаточно сложным. Ну, поэтому здесь мы не очень сильно расширяли банк заданий, но, тем не менее, новые задачи тоже, задания появились. Вот одно из таких заданий я привела на слайде, тоже вот в пособии эти новые задания представлены. На тонких шелковых нитях подвешены две легкие гильзы из фольги. Одной из гильз предварительно сообщили положительный заряд. Ну, сами понимаете, здесь уже вариативность, могли положительный, могли отрицательный. Чтобы однозначно определить, какая из гильз заряжена, можно использовать. И здесь две возможные, две ситуации рассматриваются. То есть если мы возьмем незаряженную гильзу из фольги, с помощью нее мы сможем определить, какая из гильз, заряжена. Ну, очевидно, да. Да? Значит, то есть у нас гильза будет взаимодействовать с заряженной гильзой и не будет взаимодействовать с незаряженной. Поднесли отрицательно заряженную вонитовую палочку. Вот отрицательно заряженное тело, будучи поднесено к заряженной положительной гильзе или к незаряженной, вот не сможет выявить, какая гильза заряжена, поскольку мы будем наблюдать притяжение к отрицательно заряженной вонитовой палочке как гильзы, не имеющие избыточного заряда, так и гильзы положительно заряженной. То есть при выполнении этого задания, в общем-то, требуются достаточно серьезные мыслительные действия ребенка. То есть учащийся должен вот проанализировать эти, во-первых, две ситуации, да, еще связанные с двумя гильзами. То есть всего получается вот у нас, чтобы ответить, четыре различных эксперимента, возможных он должен проанализировать. В общем-то, при том, что ничего нового, если говорить о обязательном демонстрационном, фронтальном эксперименте, который вы можете провести при изучении темы электризации, ничего особо нового нет, но тем не менее, я думаю, вы сами все прекрасно знаете, что такие задания из года в год, они вызывают затруднения у большинства школьников. Еще примеры заданий. Когда посмотрите, вот в таблице, в таблице представлены данные для разных проводников. Какой проводник имеет максимальное электрическое сопротивление. Конечно, можно идти в лоб, да, и посчитать электрическое сопротивление для всех четырех случаев, но, безусловно, мы надеемся, что большинство учащихся, они смогут проанализировать и найти верный ответ, просто сравнивая, сравнивая из таблицы удельную электропроводность для различных материалов, длину проводников и их площадь поперечного сечения. И, проанализировав формулу для электрического сопротивления, в общем-то, легко найти ответ без вычислительных действий, которые в данном случае просто займут много времени. А задание базового уровня сложности. И, по сути дела, проверяет знание формулы для электрического сопротивления проводника. Еще один пример это на электромагнитную, на возникновение индукционного тока в переменном магнитном поле. Здесь вот разные ситуации, в разных вариантах может рамочка может двигаться или не двигаться, может поле меняться, рамочка может двигаться равномерно, ускоренно, двигаться в однородном, переменном поле, может вращаться. И здесь нужно просто для разных ситуаций, в принципе, такие ситуации во многих задачниках по физике рассмотрены, но вот это тоже ситуация, включили контрольно-измерительные материалы, и, в общем-то, задание просто проверяет знание ребенка о том, что индукционный ток появляется только если меняется магнитный поток, пронизывающий контур. Это задание, я думаю, вам знакомо с всероссийских проверочных работ по аналогии. Мы это немножко в другом виде. Это задание включили в измерительные материалы для девятого класса, поскольку это задание достаточно простое и проверяет знания учащимся с законом сохранения электрического заряда. Ну, а дальше вот на слайде представила обновление заданий на световые явления. Мы с вами переходим в эпоху, когда к сожалению или к счастью, с моей точки зрения к счастью, возвращается такой курс, как астрономия. И безусловно, некоторые базовые основы астрономических знаний, они формируются у учащихся еще до курса астрономии, который предполагается изучать в 10-м или в 11-м классе. Это знания из курса окружающий мир 4-го класса. Это знания из курса физики, географии основной школы. Но если мы возьмем физику, то в световых явлениях это у нас солнечное и лунное затмение, которые в общем-то традиционно включены в учебники. Это движение, равномерное движение тела по окружности для описания не только спутников искусственных, но и планет, или спутников естественных у различных планет, или движение планет вокруг Солнца. И в этом плане, конечно, мы заинтересованы как пропедевтику, и в то же время, как мы имеем основание для этого содержательного из курса физики основной школы, включать задания с астрономическим контекстом и контрольно-измерительные материалы основного государственного экзамена по физике. И вот на слайде два таких примера. Один пример задания с выбором ответа и задания тоже с астрономическим контекстом это качественная задача по физике. Ну и далее на слайде вы видите некоторые обновления связанные с построением в зеркале в прямом плоском зеркале. Прохождение луча через плоско-параллельную пластину ну собственно это то, что должно быть тоже через эксперимент демонстрационный фронтальный заложено при изучении школьного курса физики. То есть контекст связанный с наблюдением явлений он будет тоже расширяться. И конкретно для линз и глаза человеческого тоже задания есть некоторые обновления. И вот на слайде представлено три такие задания. Посмотрите, ну это качественная задача, где учащийся должен объяснить, почему капли воды на листьях в солнечную погоду могут вызвать ожог. на листьях далее посмотрите это значит работа глаза человеческого, как меняется фокусное расстояние оптической силы хрусталика глаза человека, когда он переводит взгляд со страницы учебника на квасную доску. И еще одно задание, на которое я хотела бы обратить ваше внимание, то есть с построением в тонкой линзе заданий очень много в открытом банке. Но вот что мы ввели? Мы ввели единичный отрезок и с тем, чтобы расширить задание, блок, то есть учащийся должен найти фокусное расстояние именно в виде числа фокусное расстояние линзы и записать или найти и выбрать правильное числовое значение. Задания со схемами. Электрические схемы, их чтение, их анализ, интерпретация, значит, это тоже то направление, которое постоянно развивается. И на слайде представлено вот обновление заданий, задания в 12 это задание с базового уровня сложности на чтении схемы, то есть как изменить сопротивление участка цепи, если замкнуть ключка. При этом, посмотрите, мы не расширяем сложность задания с точки зрения вычисления. И для параллельно соединенных резисторов мы рассматриваем только случаи, когда электрические сопротивления резисторов равны. Для резисторов с разным сопротивлением электрическим задач мы не включаем, только когда резисторы имеют одинаковое сопротивление. Ну, и внизу пример задачи это тоже посмотрите, это задача из одного тематического блока, из одного раздела физики, но задача высокого уровня сложности вы видите расчетную задачу с развернутым ответом на чтение схем, на применение формул, в данном случае здесь и закон ОНО, формула для мощности тока, знания параллельного смешанного для смешанных цепей, параллельного и последовательного соединения проводников, значит, вот это пример такой задачи. Квантовое явление. Квантовое явление, этот блок расширен, ну, во-первых, целым комплексом заданий на понимание, что такое изотопы. Обратите на это внимание, просто несколько заданий таких представлены в линейке 17. Добавлены задания на графике распада, радиоактивного распада ядер, но здесь в контекте задания обязательно включено определение, что такое период полураспада. То есть все-таки знания, вот, значит, на уровне знания мы период полураспада не проверяем. Дается определение и дальше проверяется умение применить это определение в той или иной ситуации. А дальше посмотрите, это тематические блоки прошли, а дальше весь материал, как я уже вначале сказала, он структурирован по видам деятельности. Три задания у нас в этом году включены задания методологические, то есть на проверку освоения основ научного познания. При этом два задания, 18 и 19, это задания теоретические, где у нас идет анализ тех или иных исследований. и одно задание, традиционно, как оно у нас и в прошлом, и за прошлым годом было, это экспериментальное задание, которое выполняется на реальном оборудовании. Задание 18, это задание с выбором одного из четырех ответов, с выбором ответа верного. И эти задания могут проверять умение работать с приборами и определять показания прибора с указанной погрешностью. Погрешность проверяется только через запись интервала. Умение включать приборы, использовать инструменты для прямых измерений, вот для вольтметра двухшкального нужно снять и записать правильно показания с учетом, что погрешность измерения равна цене деления, а нижний пример, это нужно найти ту верную схему, в которой измеряется сила тока на резисторе Р1. То есть здесь проверяется последовательно или параллельно включается прибор, и на каком участке цепи это подключение происходит. Далее. Традиционно у нас широкий достаточно блок заданий на конструирование экспериментальной установки для того, чтобы проверить ту или иную гипотезу. Вот пять установок экспериментального задания и и нужно экспериментально исследовать, установить, зависит ли время движения тележки по наклонной плоскости от угла наклона плоскости. Понятно, что здесь мы должны выбрать одинаковые тележки, но разный угол наклона. Правильный ответ у нас здесь будет один, три и пять. помимо выбора оборудования, помимо умения работать с приборами, 18-е задание, 18-ю линейку включается задание, которое проверяет сформированность умения формулировать цель проведенного исследования, описанного, и делать, формулировать выводы по результатам того или иного исследования. И вот на этом слайде пример нового задания, в котором ребенок должен по описанию и по схематическому рисунку проведенного эксперимента сформулировать правильно цель опыта, который проводился. Значит, здесь вот опыт описывания, учитель продемонстрировал следующий опыт. В стакане с водой он растворил поваренную соль, далее нагревая раствор на стеклянной пластинке, показал, что после испарения воды на пластинке остались кристаллы соли. Какова была цель проведенного опыта? Опыт, он такой внеучебный для курса физики, и в этом плане ситуация для ребенка новой, наверное, должна быть интересной. Ну и понятно, что цель проведенного опыта, это было показать, что в процессе нагревания раствора испаряется только вода, а соль остается, соль не испаряется. Ну а следующий пример, это традиционный достаточно физический эксперимент, который можно провести на уроке физики, и показать, что скорость испарения зависит от температуры жидкости. И вот в данном случае вот эта ситуация как раз внеучебная, вернее, учебная представлена, и учащийся по описанию, здесь как раз рисунки больше носят иллюстративный характер, то есть помогают воспринять контекст задания по описанию задания, учащийся должен как раз и сформулировать вывод, то, что испарение горячей воды, скорость испарения, она выше. Задание 19 Задание 19 и вот на следующем слайде это новое задание, но оно традиционное в том плане, что проводятся некоторые наблюдения и на основе проведенных наблюдений надо сформулировать два вывода соответствующие данному эксперименту проведенному. Сложность этого задания в том, что в принципе все дистракторы по сути они могут быть справедливыми и здесь главное научить выпускника читать текст, текст, что собственно проводилось и что собственно получилось и потому что здесь он должен выбрать только те утверждения, которые относятся к описанному эксперименту. Эти задания из года в год все-таки выполняются лучше. Здесь положительная динамика заданий. Видно, что все-таки учителя стали включать и такие задания надеются при проведении эксперимента тоже обсуждают и заставляют учащихся формулировать выводы по итогам тех или иных наблюдений. А вот дальше несколько новые задания в этой линии. Посмотрите, это задание, когда не просто есть описание эксперимента, что меняется, что происходит, как бы описание наблюдения, а когда приводится значение измеряемых величин, причем вот на примере, который представлен на слайде, это вот эти частотные измерения, это те измерения, в которых главную роль играет случайная погрешность. И такие измерения мы учим детей проводить многократно, не менее трех раз. И вот в данном случае результаты такого эксперимента движения шарика по наклонной плоскости и измерения тормозного пути в зависимости от угла наклона. Это представлено в таблице, учащийся должен дочитать эту таблицу и как для любых частотных измерений он должен найти среднее, уметь найти среднее значение. Собственно, вот здесь дистракторы прописываются как с точки зрения анализа зависимости тех или иных величин, так и на вычисление средних значений. Это вот несколько нового измененные задания в этой линии и еще пример задания когда тоже здесь уже нет данные экспериментальные они не в таблице но в данном случае представлены просто на динамометре и в дистракторе посмотреть есть коэффициент трения скольжения грузка чему равен это надо проверить то есть здесь надо использовать не только результаты насколько растянулась проживка динамометра а и снять конкретные показания и тем самым оценить правильность того или иного дистрактора но еще раз говорю что когда мы задание на множественные выборы двух из пяти как правило один дистрактор он практически очевидный второй может для нахождения второго правильного дистрактора возможно нужно приложить некоторые усилия то есть интерпретировать или сделать минимальное вычисление все-таки задание это двухпальное и третье очень важное задание это экспериментальное задание на реальном оборудовании это задание с которым всегда возникает больше всего вопросов и при подготовке экзамена и это задание в котором расхождение по оцениванию всегда самое значительное при экспертной проверке вся сложность здесь в том что все экспериментальные задания они прописаны в спецификации и прям кусочек спецификации я вставила на слайд не буду перечитывать это три типа задания у нас измерения косвенные измерения зависимости и проверка физических законов и следствия по типологии но независимо от типологии у нас все эти задания они построены критерии построены на правильности прямых измерений и здесь вот я обращаюсь ко всей физической общественности ко всем учителям экспертам вот здесь очень важно во время экзамена когда вы проводите на уроке и вот эти лабораторные вы прекрасно знаете свое оборудование вы видите как ребенок проводит измерения то есть у вас в оценивании включается собственно наблюдение за деятельностью учащегося когда мы говорим об экзамене то здесь очень важен подготовительный этап очень важно не подвести ученика и правильно записать характеристики приборов которые характеристики оборудования которые используют конкретный ученик при выполнении конкретного задания критерии прописаны для некоторого стандартизированного оборудования мы работаем с вами с очень разным оборудованием всей лаборатории которые мы прописываем их можно выплатить имея комплект стандартный комплект оборудования но для каждого из них для каждого комплекта нужно четко прописать характеристики при подготовке этих комплектов чтобы потому что если ошиблись вы то учащийся не проведя измерения но соответственно эксперт будет сравнивать его прямые измерения с вашими и учащийся будет наказан в соответствии с критериями если прямые измерения не соответствуют тем которые были указаны для данного комплекта учащийся получает 0 баллов даже если все остальное выполнено верно качественные задачи здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то что различаем два типа поэтому и когда учащийся учащихся вы готовите когда вы используете качественные задачи вашем текущем контроле тематическом контроле и когда вы готовите при обобщающем повторении и вы и учащийся должны в общем-то эти задачи различать есть и для тех задач для которых краткий ответ полагает выбор одного из двух ответов вот это верхний пример можно ли услышать крохот мощных процессов происходящих на солнце тут ответ либо да либо нет вот за ответ правильный ответ нет учащийся получает ноль баллов потому что это вот тот тип заданий для которых нужно хотя бы частично верное обоснование представить и второй тип заданий когда опыт когда ответ предполагает три и более ему может быть бесконечное число возможных вариантов ответа кратких барометрическую трубку ртутного барометра попал пузырек воздуха будут ли и если будут то как отличаться показания показания могут не отличаться могут стать больше могут стать меньше то здесь для краткого ответа вариации больше чем два и поэтому даже запросы за краткий ответ верный учащийся получает один балл это вот тоже на это еще раз хочу обратить ваше внимание потому что с качественными задачами с оцениванием выполнения некоторые путаница до сих пор существуют ну и тексты физического содержания тоже в пособии все тексты новые и здесь каждому тексту три задания традиционно одно задание я уже не буду конечно этот текст читать это вы дальше презентации можете посмотреть что важно первое задание это фактически на понимание прямо заданной информации в тексте то есть в общем-то это задание проверяет что учащийся прочитал я смысл то что прочитано второе задание тоже с кратким ответом предполагает все-таки некоторый перенос знаний для выполнения или интерпретацию того материала который задан в тексте ну и последнее задание здесь задание с качественной задачей вот здесь приведены к тексту два варианта качественной задачи при выполнении которой должен учащийся в общем-то тоже сделать перенос некоторых знаний базовых по физике для выполнения для рассмотрения указанной ситуации и в общем-то сформулировать грамотно сформулировать вот этот ответ с чем тоже в общем-то проблемы у многих третиклассников чтобы вот изложить аргументировать свою точку зрения я на этом заканчиваю с вами в общем-то анализ материалов которые представлены в пособии и подходов которые мы еще раз вспомнили которые необходимы учесть при обобщающем повторений при подготовке учащихся к основному государственному экзамену готовы ответить на вопросы если они есть по содержанию есть вопросы которые касаются именно содержания я думаю технические вам все ответили на технические вопросы вы получили ответ так здесь унка вы знаете можно ли использовать какие унка но вы знаете в соответствии с требованиями стандарта вы можете использовать любые унка но при этом свой учебный процесс учебную программу ориентировать все-таки под требованиями в гос или под требованиями действующего стандарта то есть унка и не есть скажем так гарантия того что вы пройдете весь материал то есть вы все-таки свое тематическое планирование и учебный курс полностью должны ориентировать по требованию стандарта но при этом вы можете использовать тот или иной учебник который вам нравится главное чтобы в общем-то все требования значит вы учли требования и к элементам содержания и к освоению различных видов деятельности и к вы Так, значит, здесь вот вопрос есть. Мы решали варианты сайта «Решу ЕГЭ», но дети сказали, подобных заданий на экзамене было мало или вообще не было. Что я хочу здесь сказать. Для ЕГЭ нет открытого банка заданий полностью. Есть открытый банк с примерами заданий, аналогичные которым могут быть в контрольных измерительных материалах, в экзаменационных работах. Вот для ОГЭ в этом плане банк действительно открытый. То есть те задания, которые в то время было решено, что весь банк открыт. И поэтому для ОГЭ открытый банк он достаточно полный. А для ЕГЭ такой задачи не ставилось. Какое лабораторное оборудование включили в список на 2018 год? Ну, если здесь речь об оборудовании, я вот достаточно подробно говорила, что вы можете пользоваться любым оборудованием, не обязательно стандартизированным. Но только четко приписать для каждого комплекта. То есть согласно вот спецификации написано, что эксперт должен получить характеристики конкретного комплекта, который попал конкретному ученику. Если вопрос о том, есть ли обновление в содержании экспериментальных заданий, то в этом году новых экспериментальных заданий мы не добавляли. Здесь, в общем, достаточно сложная проблема расширения этого банка заданий, поскольку, опять же, мы ориентируемся на то обязательное оборудование и на те обязательные лабораторные, которые вы должны выполнить с учащимися в процессе изучения физики основной школы. Так, ну, вы знаете, какой основной сборник задач? Вы знаете, я как бы не могу все-таки рекламой заниматься сборников задач. Ну, в общем, посмотрите, для каждого УМК есть свои эти сборники, которые уже подстроены под соответствием прохождения материала. Вот, наверное, целесообразно ориентироваться в соответствии с тем УМК, в котором вы работаете. Задания УГ действительно для ребят очень сложны. Некоторые задания фактически дублируют задания ЕГЭ. Ну, вы знаете, как вам сказать, я, да, я считаю, что действительно задание и основной государственный экзамен у нас непростой, он непростой. Но, исходя из распределения первичных баллов, исходя из, вот, преодоления порога, вот, минимального, в общем-то, понимаете, нет оснований его упрощать. По поводу того, что есть похожие, ну, если вот мы, скажем, возьмем лидерные реакции, да, написать лидерную реакцию, а что, собственно, может измениться? Вот, или альфа-бета-распад, реакция альфа-бета-распада. Это основная школа, это, скажем так, в ЕГЭ это дублируется, поскольку это дублируется в старшей школе. Да, такое может быть. Но, тем не менее, вот, да, есть пересечение в контролируемых элементах содержания. И это оправданно, поскольку так у нас построен концентрический курс изучения физики. Так, давайте вы там конкретно про преподнесение заряженной палочки к незаряженной гильзе. Значит, сначала притянется, потом оттолкнется. Как такой ответ будет, так какой ответ будет верен? Вы знаете, там же задание было другое. Просто вот посмотрите, одна гильза заряженная, другая гильза незаряженная, да. Вот, и вот используя палочку там, незаряженную, или незаряженную третью гильзу, вот, у вас неизвестная из двух гильз, какая заряженная. Вот, если у вас есть что-то в наличии, вы сможете, поднеся к одной к другой, определить, вот, по первому поведению гильза заряженная, незаряженная, на основании этого и надо делать вывод, поможет вам третья гильза, поможет ли вам так или иначе заряженная палочка. Вот, и это, здесь нет ведь задания, что будет дальше, хотя такие задания тоже могут быть. Вот, и здесь вот просто вот, будет ли различие в поведении заряженной и незаряженной гильзы, что позволит однозначно определить, какая гильза заряженная. То есть вопрос немножко другого, там нет задания, а что дальше будет? Вот, и здесь вопрос о том, что вот, насколько это поможет разделить, обозначить гильзу. Так, если мы говорим о оборудовательной процессе, то должны быть соответствующие сборники задач. Ну, в общем-то, да, я согласна, и я надеюсь, что эти сборники задач в соответствии с требованиями в ГОС развиваются. Ну, вот, и в частности, вот это пособие, я думаю, тоже, наверное, поможет вам, поскольку по линейкам, когда вы организуете, а вообще, другое дело, когда вы проходите курс физики, там, да, там задачники должны все-таки усложняться в соответствии с освоением новой умений по математике, там и так далее. Для того, что мы сегодня говорим о пособиях, это организация обобщающего повторения, безусловно. Если говорить в целом о задачниках, наверное, определенные проблемы есть, но это, наверное, не тема сегодняшнего вебинара. Спасибо вам большое за внимание, я желаю вас успехов и поздравляю с началом весны. Спасибо. 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 Спасибо.